Решили расширить бизнес и нарубили лишнее. В Нижнеудинском районе 8 местных жителей задержаны за незаконную рубку леса. Мужчины работали легитимно на выделенной деляне, но дохода от этого им показалось мало, и подозреваемые стали пилить деревья уже за границами своего участка. Итог – ущерб лесному фонду в миллион триста тысяч рублей. Но скрыть этот факт от полиции не удалось. Возбуждено шесть уголовных дел. Изъято техника и пиломатериал, а мужчинам теперь грозит до семи лет лишения свободы. А какие еще новости обсуждают жители Прибайкалия в конце рабочей недели? Об этом узнаете в ближайшие полчаса в эфире «Новости по будням». Здравствуйте! Основные темы выпуска обозначат в коротких анонсах наши корреспонденты. В Иркутске задержали мужчин, которые подозреваются в мошенничестве в сфере автострахования. В первом материале – детали преступной схемы, из-за которой злоумышленники попали под контроль полиции. Контроль качества. В Иркутской области сотрудники Роспотребнадзора нашли плесень и патогенные микроорганизмы в некоторых пробах хлеба. Попал ли такой продукт на стол к жителям? Узнаете в выпуске. В выпуске поговорим и о пешеходных переходах в Иркутске. До начала зимы на дорогах должны появиться новые зебры, а старые приведут в порядок. В программе обсудим трудности и нюансы этой работы в Иркутской области. В Иркутской области клещи в этом году были активны. От укусов пострадали почти 13,5 тысяч человек. Это на 26% больше, чем годом ранее. Мы расскажем, какие заболевания передали людям кровопийцы. И теперь о событиях дня подробнее. 5 миллионов рублей получили несколько жителей Иркутска обманным путем. Мужчин подозревают в организации так называемых автоподстав. Как именно работала преступная схема и насколько она распространена в столице региона? Сегодня выяснял Даниил Седов. С этих слов началось утро пятерых жителей Иркутска. Мужчин задерживают по подозрению в мошенничестве в сфере автострахования. Они инсценировали ДТП для того, чтобы получать компенсации от страховых компаний. Уже в отделе подозреваемые признаются в содеянном. Но не все. Путаница в машинах – результат незаконной деятельности. При обысках полицейские нашли у фигурантов уголовного отдела 10 автомобилей. Все они использовались в подставных ДТП. Мошенники работали так – меняли целые запчасти на поврежденные сразу на двух машинах, на них выезжали на перекресток и вызывали сотрудников ГИБДД или аварийных комиссаров. После чего подозреваемые передавали документы в страховые компании. Таким образом злоумышленники заработали 5 миллионов рублей, часть из которых вылетели в окно буквально. В момент задержания один из участников группы попытался избавиться от денег, предположительно добытых преступным путем, выбросив их из окна своей квартиры. В настоящее время установлены обстоятельства пяти эпизодов противоправной деятельности фигурантов. Но для Иркутска такая схема обмана не в новинку. Аварийные комиссары каждый месяц фиксируют попытки оформить фейковые столкновения. Но чтобы разоблачить злоумышленников, нужно подмечать все детали. Каждый месяц у нас группа милиц такие ДТП проходят, оформляются, к сожалению. И не все можно увидеть, не все можно на месте определить. На месте работая комиссар должен увидеть, есть ли следы пыли на детали. То есть если взять ту же фару, допустим, повреждена, она была не в этот день. На них остаются следы пыли. Соответственно, мошенники никогда эти следы не убирают. Этим мужчинам, которые подозреваются в таком мошенничестве, теперь грозит до двух лет лишения свободы. Все фигуранты уголовного дела заключены под стражу. Расследование продолжается. Данил Седов, Виктор Черкашин. Новости по будням. При этом машины для многих недоступное средство передвижения. Ведь цены на них порой выше, чем на квартиры. Причем поддержанные машины прибайкальцам тоже не по карману. К примеру, на новый автомобиль жители Иркутской области в среднем будут копить более семи лет. Это данные исследования РИА Новости. Причем среднестатистический работник должен откладывать на заветную покупку половину своей зарплаты. И это при условии неприкосновенности сбережений и капитализации процентов на банковском вкладе. И таким образом можно накопить больше двух миллионов рублей. Но мы с вами понимаем, что статистика не учитывает рост цен. Поэтому, скорее всего, откладывать деньги придется дольше. На машину с пробегом копить с нашими зарплатами нужно более четырех лет. Но и опять же, ценники даже на поддержанные авто меняются куда с большей скоростью, чем растут доходы населения. Сейчас, кстати, в стране повысился спрос на машины. Но порой, чтобы обзавестись средством передвижения, люди берут на себя финансовые обязательства. За последнее время мы отмечаем высокую долю продаж именно в автокредит. Порядка 70% выданных автомобилей у нас с помощью автокредита. Сейчас средняя стоимость автомобиля у нас это от миллиона до полутора миллионов рублей. Повышенный спрос у нас на все, что отвозится у нас из Японии, все, что от пользуется спросом. Но куда больше людей волнуют цены не на автомобили, а на продукты, в частности, на хлеб. Он есть на столах почти в каждом доме. Но какого качества батоны и булки в регионе, это выяснили сотрудники Роспотребнадзора. В проверку проходили хлебобулочные и кондитерские изделия. Специалисты за 9 месяцев этого года изучили 607 проб этих продуктов. Можно сказать, непростым испытанием подверглись образцы. Их проверяли сразу по трем показателям. Санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим. Плесень и патогенные микроорганизмы нашли более чем в 1% проб. Состояние мякиша, консистенция продукта, его влажность не соответствовала нормам у 3%. Всю продукцию с нарушениями изъяли. Но есть и позитивный момент. Токсичных элементов, пестицидов и микотоксинов в образцах не обнаружили вообще. Но контролировать качество хлеба и кондитерских изделий Роспотребнадзор продолжает. Больше всех на батоны и булки тратятся брачани. И не потому, что чаще других земляков выбирают эти продукты, а потому что они в северной столице региона стоят дороже, чем в других городах Иркутской области. А где еще самые недемократичные цены на повседневные товары при Байкале, узнаете далее. Принято считать, что жить дороже всего в областном центре. Но так ли это на самом деле? Если детально изучить последние данные Иркутскстата, то можно понять, что не столица региона бьет ценовые рекорды. Для начала возьмем и сравним стоимость продуктов в шести городах Прибайкалья. Иркутский, Ангарский, Братский, Тайшетти, Устилимский и Зиме. Минимальный набор еды в сентябре был дороже всего в северной столице региона. Брачани в среднем оставляют в магазинах более шести с половиной тысяч рублей, чтобы укомплектовать свой холодильник. Немного дешевле, буквально на пятьсот рублей, закупаться в Устилимске. Там же, кстати, дороже всего сейчас заливать в бак топливо. И дизельное, и бензин двух самых популярных марок. Те, у кого нет личного транспорта, выбирают общественный. Кататься в нем невыгодно в Ангарске. Там самый дорогой проезд в регионе. Платят больше всех за доступ в интернет зиминцы. А жителям Тайшета приходится прилично тратиться на детские сады, а еще и на некоторые коммунальные услуги. Заметили, что Иркутск мы ни разу не упомянули. В сентябре он отметился только самыми дорогими огурцами. 120 рублей за килограмм. Но для нас эти деньги ерунда. Такой вывод можно сделать, если изучить очередной опрос от сервиса по поиску работы. Оказывается, в Прибайкале больше всего довольных уровнем своей зарплаты в Сибири. А еще говорят, что люди в Сибири депрессивные. Юлия Шенкарюк, новости по будням. Стоимость снаряжения для военных сейчас также актуальная тема. Ведь из-за частичной мобилизации спрос на такие товары увеличился. Чтобы не допустить резких скачков цен, проходят рейды. Проводят их и надзорные ведомства, и общественники. Накануне последние побывали с проверкой в магазинах Иркутска. Нарушения они не нашли. Но подобная работа будет продолжена и в будущем. Тем временем первые мобилизованные из Иркутской области сегодня отправились к местам дислокации. Кто провожал солдат в дорогу и удалось ли обеспечить их всем необходимым снаряжением, узнаете в следующем материале. Если такая возможность будет, значит будем приезжать туда, поддерживать. А вы должны четко понимать, что мы вас ждем, верим, любим, ценим, уважаем. Главное для нас, чтобы вернуть живое место. На путстве от губернатора и в дорогу. 21 октября ранним утром первые мобилизованные из Иркутской области отправились из учебной части в Новосибирске к местам дислокации. Все военнослужащие за месяц прошли необходимую подготовку. Вместе прожили ребята, все дружные ребята, все на них можно понадеяться. Все показали себя отличные качества. Едем уверенно, едем гордо. Едем защищать своих родных, близких, любимых людей. Все большой, удобный, мистительный. Мы понимаем, что здесь нормально. Днем ранее в Новосибирск привезли дополнительные снаряжения для мобилизованных в списке 13 предметов. Их купили на средства областного бюджета. Среди вещей перчатки, наколенники, разгрузки под магазины. Правда, одну позицию в срок доставить не удалось. Речь про противоосколочные очки. Но их наши земляки все равно получат уже, когда доберутся до мест дислокации. Выдача снаряжения проходила организованно и под подпись каждого солдата и офицера в сотрудничестве с Центром формирования. Они нам говорят предварительно, какие сроки отправки. В этот период мы определяем это подразделение как ключевое, которое сегодня приобретает, вернее, получает все эти, все вещевое дополнительное снаряжение. В другие части, где проходят обучения солдаты и офицеры из Прибайкаля, снаряжение приедет уже 24 октября. Также завершается процесс предоставления единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей жителям Иркутской области. На сегодняшний день деньги получили почти 99% мобилизованных. Павел Жолдев, Новости по будням. Еще одна тема, которую жители Иркутской области обсуждают уже больше месяца. Дорога Боли в Исть-Кутском районе. Там продолжаются восстановительные работы. На участке с 6 по 60 километра работают более 30 единиц техники. Но этого недостаточно. Ведь состояние магистрали, если так можно ее назвать, просто ужасное. Дожди, которые шли 44 дня беспрерывно, превратили дорогу в месиво грязи. Еще и плотный трафик большегрузов сыграл в этом роль. Трассы сейчас восстанавливают, и дорожники засыпают просадки грунта. Для этого уже использовано около 15 тысяч кубометров каменного материала. Но рабочим не хватает техники, поэтому решено привлечь дополнительные ресурсы. За работами на месте следит министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области. Специалисты ведомства также проедут по этой трассе до поселка Магистральный, чтобы оценить состояние магистрали. Состояние дороги или что-то другое спровоцировало эту аварию. Теперь будут выяснять сотрудники ГИБДД. Накануне в Иркутске не поделили дорогу маршрутное такси и иномарка. В результате травму получила 52-летняя пассажирка общественного транспорта. Всего там находились 10 человек. С начала года в столице региона произошло уже 42 ДТП с общественным транспортом. Разбираться часто приходится и в авариях, когда люди перебегают дорогу в положенном месте. Иркутск разрастается и в городе порой не хватает пешеходных переходов. Тему продолжит Олег Федоров. Оберегать людей при переходе через дорогу – такие опции у Зибра. Я охочусь на этот объект в иркутской онлайн-игре «Пешеход.Гоу». Несколько пользователей сообщили мне, что его давно уже ждут и по адресу Верхняя набережная 167-11. Но пока персонажи вынуждены перебегать проезжую часть на свой страх и риск. Ведь иного выбора у них нет. Здесь никогда не было пешеходного перехода, и дети перебегают дорогу просто через движущийся автотранспорт. Я здесь живу уже 7 лет. Эта проблема существует уже в течение многих лет и никак не решается. К великому сожалению, вы только что видели, и сейчас, как мамочкам приходится перебегать дорогу. При более детальном осмотре локации я обнаружил, что этот участок охраняет только половина лежачего полицейского. А водители не сильно хотят притормаживать здесь. И вдруг я обнаружил послание, возможно, от самого Зибра. Улыбнись. Да что-то как-то не хочется выполнять эту команду, потому что хитрец Зибра опять от меня ускакал. Ну ничего-ничего, еще много локаций. Обязательно его найду. В этом году на онлайн-карте Иркутска 44 локации, где должны появиться Зибра. На это было выделено 10 миллионов рублей. Но простому обывателю может показаться, что данный объект пока существует только на бумаге. Однако опытный игрок все видит. Как здесь, на маршала Жукова 13. Ну что ж, в этой локации хотя бы чувствуется его активность. Значит, мы напали на след, и скоро мы точно поймаем Зибру. Зибра отличаются по характеристикам. К примеру, на обычные тратится от 300 тысяч до 1 миллиона. А более прокаченные, с разметкой, мигающими светофорами, лежачими полицейскими, ограждениями тротуара, стоят почти 2 миллиона. Но вернемся к поиску. Кажется, я напал на след Зибра. Вот на Байкальской 259. Вы видите Зибру? И я нет. А по всем показателям? Он где-то рядом. Я чувствую, совсем близко, уже очень тепло. Я вот-вот его схвачу. Этот сезон вообще отметился повальным распространением Зибра. В Прибайкале уже должны были активизироваться почти 2500 таких объектов. И, наконец, моя охота удалась. Есть! Ну, наконец-то, наконец-то я поймал первого Зибру. Осталось всего-то найти еще 43. Так что сейчас немножечко я отдышусь. И пойду играть дальше. Олег Федоров, Василий Заводский. Новости по будням. В Уссуле-Сибирском ищут не пешеходные переходы, а полицейского. Правда, лежачего. Инцидент произошел во время ремонта дороги на одной из улиц. Конструкцию убрали с магистрали, чтобы снять асфальт. И оставили на обочине. Но ее в машину загрузили неизвестные и увезли. В момент кражи зафиксировала камера видеонаблюдения. Взяли камеру и отправились в очередной двор снова мои коллеги. Все ради рубрики «А у нас во дворе». Она существует уже больше года. И чаще всего нам попадаются придомовые территории на троечку. Какую оценку на этот раз поставили двору в Свердловском районе Иркутска Кристина Черкова и Андрей Назаров, узнаете далее. Точка на карте для этой рубрики – двор на улице Лермонтова. Сюда мы приехали, чтобы посмотреть, что здесь есть необычного. Можно ли назвать комфортной для проживания эту территорию? Да и просто прогуляться, пока столбики термометров не опустились до приличного минуса. А прогуляться здесь есть, где этот двор масштабный и благоустроенный. Здесь есть новая площадка. Обратите внимание, что песочница в ней закрывается. Это сделано для того, чтобы после осадков в ней не образовалась каша. И животные, к примеру, не превратили ее в лоток. Резвиться детворе на этой площадке, кажется, можно допоздна. Разумеется, под присмотром взрослых. Через несколько метров здесь стоят фонари. Сейчас, конечно, светло, но вечером, думаю, здесь совсем не страшно. О парковочных местах тут тоже позаботились. Их здесь достаточно. Более того, в этом дворе они разграничены белыми полосами. Чтобы водители не оставляли свои машины, где попало, и не создавали дискомфорт другим автовладельцам. Но не только о комфорте, но и о состоянии окружающей природы и беспокоятся жители. Кажется, здесь недавно прошел субботник. Только посмотрите, сколько мешков мусора и сухой листвы собрали местные жители или дворники. Здесь достаточно много деревьев. Летом в знойную жару здесь можно спрятаться от палящих лучей солнца. Но здесь зеленое благоустройство продолжается. Вот новые обитатели этого двора. В скором будущем они превращатся в высокие деревья. И на них будут сидеть пернатые. А пока они гостят в тех кормушках, что висят рядом. Птицам можно только позавидовать. Кажется, здесь была передача «Квартирный вопрос». Не иначе. Доступен этот двор для всех людей. Благодаря и этой лестнице в том числе. Она не просто хорошо сделана, но и не составит препятствий для людей с ограниченными возможностями здоровья. Такое встретишь не в каждом дворе. Контейнерная площадка в этом дворе, на удивление, чистая. Но неспроста. Она выглядит так, потому что некоторые жильцы не доносят свои пакеты с отходами до назначения и оставляют их, к примеру, на машине. А чтобы эта территория не превратилась в озеро во время дождя, здесь обустроили вот такие ливневки. Вода так не заливает фундамент дома. Ну что, пришло время подводить итоги. Этот двор достойный. В нашей рубрике такие встречаются редко. И на первый взгляд здесь, кажется, нет минусов. И мы надеемся, что так оно и есть. Кристина Черкова, Андрей Назаров. Новости по будням. Не нужно далеко ходить, чтобы повстречаться с клещами. Конечно, может, во дворе их не будет, но в городе и так полно мест, где можно поймать паразита. В этом году кровопийцы укусили почти 13,5 тысяч жителей при Байкале. И это на 26% больше, чем в 2021. Эта новость наверняка станет одной из самых обсуждаемых на уходящей неделе. Активнее всего паразиты были в мае и июне. При этом первые клещи проснулись еще в начале апреля. Чаще всего от укусов страдали жители Иркутского района. Встреча с кровопийцами для 108 человек обернулась клещевым энцефалитом. Для еще 139 – барелиозом. 59 людей заразились рикетсиозом. И все это показатели в 2-3 раза выше прошлогодних. Чаще всего клещи были заражены барелиозом. Именно это заболевание один из паразитов передал иркутянке Наталье Тихоновой. Сегодня девушка поделилась с нами своей историей. А также с ней мы поговорили о главных событиях этой недели в рубрике «Обсудим». В понедельник все обсуждали вопиющий случай. В Иркутске на остановке общественного транспорта неизвестные обстреляли из пневматического оружия трамвай. Обошлось без пострадавших. Нужно как-то усилить безопасность вообще в целом в городе. Потому что я была возмущена очень этим событиям. Во вторник мы все удивлялись. Прибайкалье оказалось на 15-м месте в стране по уровню зарплат. Средний доход в нашем регионе на 9% выше, чем по стране. В России этот показатель почти 55 тысяч рублей. Прибайкалье почти 60 тысяч. На себе я это не ощущаю. Это знаете, как говорят, одни ели котлеты, другие ели капусту. А в среднем они ели голубцы. В среду мы рассказали о судьбе участка под бывшим стадионом «Пионер» в Иркутске. 8 тысяч квадратных метров земли готовят к продаже частному лицу. Новый владелец будет обязан оборудовать около четверти территории спортивными сооружениями. Но это не совсем то, что хотели видеть местные жители. Они просили власть полностью сохранить стадион. Я считаю, что нам все-таки не хватает спортивных объектов в городе. В четверг мы говорили о том, как сложно записаться на прием к врачам в поликлиниках с помощью нового единого сервиса. Многие жители региона жалуются на его работу. Сервер часто выдает ошибки. Исправить все недочеты планируют только к концу года. Я уже пробовала записаться. Это очень сложно. Я вообще недовольна абсолютно этим порталом, как он работает. Мне удобно совершенно. В пятницу стали известны итоги сезона клещевых инфекций. В этом году жители региона паразиты кусали на 26% чаще, чем годом ранее. И это несмотря на то, что противоклещевую обработку проводили во многих общественных местах региона. Это более 2000 гектаров. Меня укусил клещ в июне. Он оказался бролиозным. Мне назначили препараты сразу же профилактические. Риски, конечно, были, потому что, когда обнаружили клеща, мы были далеко за городом. И несколько дней у нас было промедление. Наталья Тихонова, Анастасия Смирнова, Владимир Пинаев. Новости по будням. Не так сильно опасны для людей, но все равно за ними наблюдают. Миграцию птиц сейчас изучают ученые Иркутска. Они участвуют в международном проекте Икарус. С помощью умных датчиков исследователи могут узнать, как перемещаются пернатые. По последним данным, помеченные в нашем регионе птицы сейчас улетели на юг, а именно в Таиланд, Вьетнам и Мьянму. Последнее направление выбрал молодой коршун. Информация с его трекера и показала такие координаты. Датчик на пернатого ученые надели на Братском водохранилище в этом году. В пути подопечный периодически задерживался у различных поселков и карьеров. Правда, ненадолго, а до днях оказался в Мьянме. С миниатюрными трекерами весом 5 граммов в этом году летают 3 птицы из нашего региона. Датчики очень помогают ученым. Специалисты могут отслеживать, куда и какие пернатые улетают зимовать, а также с каких территорий приносят с собой различные вирусы. К примеру, тот же птичий гриб, опасный и для человека. Прямо сейчас расскажем о достижениях спортсменов Иркутской области, а после вы узнаете, кто может обрадоваться кабачку и медосмотру в качестве подарка на день рождения. Константин Ключевский завоевал золотую медаль Кубка Сибири по плаванию. Турнир состоялся в Барнауле. Уроженец Иркутской области стал первым в двоеборе комплексным плаванием, а также взял серебро, преодолев дистанции 50 и 100 метров вольным стилем. Софья Угарова в этой же дисциплине, но уже на 400 и 800 метров, заняла второе место. Также наша землячка удостоилась бронзы. Трижды стали призерами всероссийского турнира по вольной борьбе спортсмены Иркутской области. На соревнованиях в Якутске Евгений Жирбаев завоевал золотую медаль в весовой категории до 74 килограммов. Ну а Юрий Иванов и Шатак Артиев заняли третьи места в состязаниях спортсменов не тяжелее 97 и 125 килограммов, соответственно. Дарья Хованская отлично выступила на турнире в Ярославле. Там состоялось первенство России по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трапе. Как раз в последней дисциплине уроженка Иркутска завоевала бронзовую медаль возрастной категории 11-12 лет. Теперь у девушки впереди первенство Иркутской области, которое пройдет в конце октября в Ангарске. Кристина Черкова, Данил Седов. Новости по будням. Вы знали, что наши земляки ну очень инициативные? Об этом говорят цифры. У жителей Иркутской области есть около 700 идей по благоустройству территорий и дворов в разных населенных пунктах. Лучшие из них реализуют в следующем году. На это потратят 500 миллионов рублей. Здорово, когда мы сами можем выбирать, как будут выглядеть наши города, деревни и села. А что еще интересного произошло в стране и мире, узнаете в рубрике «Повесточки». Всем здравствуйте. Есть ли что-то такое на нашей планете, что любят безоговорочно все? Надеюсь, не ошибусь, если скажу «получать подарки». Новости о презентах. И не только. Мы для вас как раз и подготовили. Кабачок на день рождения получила Шанель в Иркутской зоогалерее. Диетический сувенир достался черной пантере не случайно. Специалисты отмечают, что их подопечная слегка набрала в весе. Поэтому о каких-либо вкусностях пока придется забыть. Также в ближайшее время сотрудники планируют сокращать порции еды у именинницы. Все-таки пантере нужно вернуть былую форму. Веселые и увлекательные занятия – настоящий подарок для девчонок и мальчишек. К всероссийскому проекту «Киноуроки в школе» присоединился Ангарск. Детям через фильмы рассказывают о добрых качествах и привычках людей. Так, на первом занятии ангарчане говорили о том, что такое забота о планете. Как ребята могут помочь беречь природу и внести свой вклад в сохранение окружающей среды. Педагоги планируют и дальше проводить такие занятия. Какой подарок хотели бы получить от работодателя-россияни? Исследование провел сервис по поиску работы. И на первом месте направление на полный анализ состояния здоровья. Также в тройке лидеров – визит к психотерапевту и программа антивыгорания. А вот самыми непопулярными оказались сертификаты на квесты и канцтовары. Сюрприз для посетителей своего кафе приготовили американские кулинары. Пекари создали персонажа «Звездных войн» из хлеба. Это почти двухметровая скульптура Хана Соло. На ее изготовление у пекарей ушло несколько недель. Повара оставались сверхурочно. Первые посетители положительно оценили хлебную скульптуру. Встречайте каждый день в отличном настроении. А мы подарим еще больше хороших новостей. А у меня на этом все. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме, НТС, нижнее подчеркивание, ИРК. Там много интересного. Я же на этом прощаюсь. Хороших вам выходных. И помните, мы всегда вместе с вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова